итак решил значит в омске прогуляться есть у меня пару часов где-то туда-сюда похожу здесь по центру речной вокзал еще где-нибудь зайду так могу сказать что здесь очень светло уже где-то 5 утра утро народу вообще никого погода в принципе благодать минут 7 снежок вот просто видите ну реально как как в сказке смотрите крутяк вообще все классно обустроено в таком стиле как бы старом омску больше 300 лет чуть чуть больше и почему города так развиваются новосибу там 130 кажется лет около 130 омску 300 почему новосиб уже такой огромный а омск нет томск тот же томская там губерния сначала же она ну там движуха вся была вот новосиб сделали ж.д. станцию по сути до переправу и все и так разрослось все что теперь третий город в стране но у нас такой вот красоты конечно нету вон там видите вообще просто шик вот эта вся архитектура да и все вот так в одном стиле он ленин стоит ленин на месте все нормально и он чувак с днс а этот инопланетянин сразу же сидит о смотрите пацаны кого встретил где это мини памятник получается я так понимаю судя по ключу газовому мини памятник сантехнику кстати смотрите арочка типа как в питере на питер прям реально похоже дворы пустой вообще можно припарковаться там и так далее все хоть что делать спортбаром омск авангард кстати конечно дикой ситуации с омским хоккейным клубом который сейчас уже не первый год в москве базируется в подмосковье в балошихе да конечно омск хоккейный город такой это конечно ну блин для болельщиков же стороны все делается там в балошихе уже свои фанаты я в лифтах видел эти вот к товарищу ходил в гости в лифте видел эти наклейки авангарда смотрите еще кого встретил собаку видно сразу все гладят отряхнуть мара маленько морда хуй кто знает кому это память ему зажигла ряд нос усы и эту ручку берут это такой металл даже который ну любом месте начнут гладить он будет не черным а вот таким дать зачищенным особо конечно собаку здесь вообще налимонивают конкретно вот она зима и не дуба прямо у просто убивающий и не не это не слякоть не осенняя погода вот я уже до реки дошел похоже вот она река тут где то есть шарик такой просто огроменный знаменитый омский шарик который там в ураган чуть там и то ли покатился то ли чуть не покатился вот я очень хочу тоже найти а вообще просто вы вы это видите это про просто как сказки какой-то короче ребят этот шар он в диаметре получается 7 метров и это еще проект насколько я знаю шара нас ну вот прочитал так кратко в интернете и он как-то катился знаете как он мог оттуда скатиться это же пипец он пустой внутри звук глухой такой а я думаю это прям залили как знаете есть как там этот бетонном жигули залить машина даже нет качается маленько хорошая такая противоугонная система а так прикиньте какой бы вес тут был 7 метров в диаметре вот он и город основания 1716 год за эти 300 лет много воды утекло конечно такой вот в общем памятник архитектуры парк тоже прикольный скверик тут сразу хату можно купить прям с таким видом шикарным ладненько чё гулять хорошо но нужно домой ехать у меня уже нос красный нагулялся кстати вот этот снежок я не думаю что он также меня будет радовать когда потратить буду ехать вот в дороге то он вообще ни к чему сквозь весь кипец слышно как дышь не забирай меня спать не забирай меня спать нет не забирай меня в ходе все кричат мы за это как-то вот залегать да мы как-то зареплежь я хочу все послать не забирай меня спать знаешь знаешь я просто ждала свой напиток десять столько бы я дала тебе статуэток за то как весело ты шлёшь и нафиг сквозь тебя скепишь слышно как-то идут сейчас поэт погулял у вас так красиво так суть и вроде бы красивый город но дело здесь вообще ничего средняя заработная плата 25000 цены как и везде то есть по центру отъехали да уже ходовку проверяем ну вот последний рывок остался 200 километров кафешечке перекусить маленько и все уже практически я у цели блин пойти очередь занять пока это не наехала он все приехали и в корею видишь на сюда вообще собрался давно получилось только сейчас первый раз да лечу на два месяца по туристической что если дальше статистого тоже нелегально ну и соответственно если даже от вас если поймали у тебя выше если не поймали ты выехал поставили запрет на въезд структур на пяти лет компании а это вы не сам занимается занимается компаниям самому там тяжело потому что общество на другая летим с пересадки летим сначала пикин китай пересаживаю сам сам пусан а пусан тем если хочешь посмотреть поиск пусан тесно корейский поезд откуда игры фильм есть такой неоткуда поезд ехал русский нет именно корейский как только мы подъезжаем нас там также встречают люди также заселяют в отель и как раз таки будет распределение на вакансии боссы там которые берут людей на вакансии их называются джан джан? саджан а саджан да это по-корейски босс в переводе с английского ага то есть они вот набирают на вакансии есть разного вида вакансии в основном это морские то есть собирать морскую капусту кимчей называется на лодке там выбирать либо на арбате где-то на стройке либо где-нибудь в отеле работают либо где-то в ресторане то есть зарплата минималка 90 тысяч почему так в месяц так почему так 90 тысяч в месяц потому что средняя зарплата в Корее то есть для корейцев где-то что-то там порядка 3 миллионов вон по нашим это 1250 то есть у них 3 миллиона вон например у нас 250 тысяч рублей да вот эти 3 миллиона вон если перевести но никто же не хочет платить такую сумму правильно? ну да и они нанимают дешевую рабочую силу то есть для них это дешево 90 тысяч рублей а для нас это нормально да? могут подселить в семью то есть там фермерское какое-то хозяйство как раз таки морские работы с ними живешь там да? то есть тебе кушать готовят тебя одевают то есть ты главное работаешь и все ну не то не это главное еще главное там чтобы дочка у них молодая была да? ну че просто так конечно а кидая вот как там как московский вариант просто не платят после выполнения работы то есть если ты едешь один вообще и нет каких-то наших агентов да например которые вот именно проверены бывает то что и у нас агенты просто увезли куда-то там где я сколько раз смотрел и парень знакомый ехал ага поехал еще туда один у тебя с собой 150 долларов снял отель в Корее уже там списался с каким-то агентом кто-то его привез на работу а там лежак то есть ты понимаешь вентилятор стол и все больше ничего нет и все везде грязно как тут обработать то есть экономчик да такой да прям конкретный не зарплату 90 а 70 вот много обманывают либо там то же самое другой человек поехал нормально агенты устроили поработал два месяца на полях в итоге по течение двух месяцев сезон заканчивается он уезжает на другой объект ждет деньги ему деньги вращают на заработку 300 тысяч еврей ему не отдали? нет нифига себе просто два месяца ало пять пять выходных месяцев максимально сезон снова пьяный вечер между нами ветер и уже давно я не жду любовь как спасение то есть ты как приедешь сразу профессию выберешь и по ней месяц будешь работать да? даже не я выберу а меня выберут а тебя выберут? да, как проституток то есть нас выводят и нас вот так вот сажирают ну не как уж проституток как этих в инкомате на холодильнике да 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 прапор выбирают то есть ты думаешь на два месяца потом обратно вернуться я хочу вообще по нелегалу а ты хочешь там остаться? да ну а если выехать заехал, поработал выехал на два дня во Владико куда-нибудь можно и потом назад и ты как бы легал и все нормально ну там тоже видишь вчера по-моему или позавчера смотрел влог парня он так же на два месяца приехал когда-то там тоже рядом выехал буквально дней пять обратно заехал и так и на пять раз у него его уже развернули то есть а то есть я не всеку фишку конечно я бы сгонял тоже ну на пару месяцев чисто для расширения кругозора знаешь просто как-то с другой стороны посмотреть на мир куда там попадешь неизвестно ну во всяком случае если ехать а ты можешь он говорит поехали там рыбу грузить или скажешь нет и в следующей ну можно но агентам могут обидеться ну ты по-корейски это что-то выучил здрасте до свидания да у меня переводчик есть мосисоё очень вкусно чё гиево извинить понимаешь здрасте аньон асайо главное вот эту приставку асайо кисайо выучить я там уже попрёт или просто кисайо и кисайо и тебя поймут мне кажется это всё понятно кумайо спасибо вежливо неофициально кумайо кумайо да а скажешь кумайо это там пошло море везде купаться будешь да ну если до лета останусь конечно да видишь как купаться на пляже просто так не сходишь знаешь какая фишка ты ходишь на пляж если ну как бы корейцы все по голому торсу да ходят если ты голому торсу по голому торсу разделся это не уважение корейцев к торсу да ну да ну вот такой вот у них менталитет если приезжий да корея всегда реагирует на присутствие иностранцев даже если на вас пристально смотрят не обращайте внимание и улыбнитесь в ответ понимаешь в общественных местах не нужно громко кричать и тем более ругаться материться если вы нашли бесхозную вещь не подбирайте ее чтобы отнести в полицию в таком случае на вас смогут наложить обвинительные обвинители типа прикоснул за к ней типа ты взял да 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 то есть там фишка я тоже смотрел влог специально парни оставляли портфель уходили проходили ничего не брали даже какие-то не трогали а кто их берет ну нет вообще то есть там полиция может взять да да то есть везде позвони искали вот здесь вещи то есть они уезжают собирают полицию понимаешь и до такой степени но он не знает ничего он просто смотрит и молчит он не зовет меня в кино и ничего не говорит но он не знает ничего и я ему не говорю что я люблю его давно что я давно его люблю Денис пошел навстречу к новой жизни вот с этого аэропорта я ровно 16 дней назад улетал в Санкт-Петербург за это время я ну соответственно приобрел машину купил потом достаточно такая плотная культурная программа ну для перекупа так скажем одноклеточного можно сказать то есть там театры джаз что я еще куда ходил на хоккей ходил и это учитывая что машину я достаточно быстро нашел сильно там не искал но можно было конечно в Москве поменьше побыть в Омске я там сутки в хостеле проотдыхал в Москве получается дня 4 пробыл то есть этого можно было исключить ну вот так прям быстрый вариант что если приезжаешь не на готовое а вот так вот ну ищешь быстро и приезжаешь ну 10 дней где-то уходит то есть на данный момент то я потратил 16 дней ну и я не знаю то есть по сути с машиной особо делать ничего не надо ничего красить там никаких там химчисток глубоких ничего не надо делать то есть если бы эта машина была от хозяина то как минимум один день пришлось бы ее чистить вот а то и два то есть смотря какой хозяин но так как там в салоне приводят более-менее в порядок машину этот пункт отметается ребят кто что думает вообще по поводу моей вот этой новой автоинвестиции нового приобретения резюмировать вот так потому что я вижу по комментариям много достаточно смотрят блок профиков таких в этом деле те люди которые разбираются в машинах в купле в продаже в состоянии напишите вообще что думаете как удастся ли мне успешно реализовать все это дело ну а также кто еще не подписан на канал и если вам интересно посмотреть как мне например мне вот тоже интересно посмотреть что вообще получится из этого проекта в итоге потому что ну всяко может то есть это как ну и от машины зависит и везение то есть я бы не сказал что машина прям конфетка там и что-то такое там прям что ее заберут там сразу буду искать надеюсь мне повезет подписывайтесь жмите колокольчик чтобы не пропустить продолжение истории вот всех жду в комментах всех обнял пока